Всем привет! На этом уроке мы будем рисовать с вами мандарины, два из которых мы видим целыми и один вот такой вот разломленный, где мы видим дольки, который выглядит очень живописно вместе с корочкой. И нам для этого понадобится с вами бумага пастельная. У меня это абразивная бумага пастельма, такого серо-коричневого оттенка. У меня также сухая пастель набор Галери и будут еще использоваться пастельные карандашики, с помощью которых мы будем такие небольшие формы с вами дорисовывать, прорисовывать прожилки, делать блики и так далее. Давайте начнем намечать. Я буду использовать белый карандашик, потому что он будет хорошо вписываться в цвет мандаринов потом и он будет виден на нашей бумаге. Начнем мы с того, что обозначим наши основные мандарины. Я их буду довольно крупно намечать. Здесь у нас пойдет тот, который находится слева, дальше мандарин, который идет справа. Заметьте, что довольно высоко я их располагаю. Между ними пойдет мандаринчик посередине и здесь мы будем его собирать из разных частей. То есть есть участок, который довольно круглый. Здесь несколько вот таких долек. Также та долька, которая смотрит на нас. Я, может быть, чуть-чуть пониже ее опущу по композиции. Еще одна долька, которая выше поднимается и видна на фоне мандарина слева. Здесь участок кожуры также виден. Он вниз немножечко провисает. И, кстати, это, наверное, самая нижняя точка. Вот этот участок кожуры. С правой стороны у нас тоже идет кожурка. Вот так. И теперь будем уже, давайте, уточнять. По мандаринам нормально. Они вот такие довольно кругленькие. И должны у нас получиться тот мандаринчик разломанный, который посередине. Он может чуть-чуть больше даже выходить на участок правого мандарина. Кожуру тоже чуть-чуть уточним по форме. Намечаем дольку. Здесь, как прогибается кожурка посередине, показываем. И здесь пойдет ее граница. Здесь такая круглая попирающая долька будет на фоне мандарина слева. А где заканчивается поверхность стола, можно примерно показать. Здесь показываем, как у нас пойдет тень. И такие прям живописные мазки у нас должны получиться. На самом деле, вот на этой степени прорисовки уже можно начать работу, потому что яркий, довольно живописный у нас сюжет. А начнем мы с вами с фона. Будем подбирать оттенки для него. Я предлагаю взять нам различные голубые, бирюзовые в сочетании с синими и с белыми. Можно даже чуть-чуть будет светло-серого туда добавить. То есть, вот примерно такие они нам будут нужны. Добавим немножко туда еще беленького. И, может быть, какой-то, знаете, зеленый, такой более яркий. С правой стороны, да, вроде есть. Вот такой салатовый. Сначала верхнюю часть сделаем. На нижнюю прям чуть-чуть только зайдем. Сначала можно будет начать с сероватого. Потому что он сейчас будет довольно близок по цвету к моей бумаге. Легким слоем я вот так перекрываю. Дальше я добавляю голубой оттеночек. Смотрю, где у меня будет больше голубого. Голубого где-то больше посерединке. Справа он все-таки немножко в такой зелено-бирюзовый уходит. Поэтому туда добавлю голубой. И даже чуть-чуть вот такого яркого салатового оттенка. С левой стороны там можно, кстати, больше синего добавить. Но не забудем его немножечко перемешать с серым. Чтобы он не смотрелся таким прям супер ярким. Давайте попробуем растушевкой все это перемешать. Посмотреть, что у нас там будет складываться по цвету. Если будет необходимость, то мы немножечко этот фон доработаем. С одной стороны, да, мы вроде бы должны быть таким ярким. Но в то же время нам не нужно, чтобы он спорил по цвету с нашими мандаринами. Поэтому вот так вот в разные стороны размешиваю. Пальчиком растушевываю. Вот такой довольно ровный фон получается. По цвету, мне кажется, неплохо. Может быть, чуть-чуть где-то посветлее. Набавлю туда беленького. Я думаю, так его можно будет оставить. Возможно, чуть-чуть потом светлее сделаем с вами снизу. Вот белый плюс голубой. Туда добавлю вот так. Ну что, настало время мандаринов. Сначала предлагаю немножко подробнее сделать их по контуру. Потому что пока делали фон, немножечко там контур потерялся. Либо красный, либо оранжевый. Берем тот оттенок, который побольше подойдет для этой области. Начнем слева мандарина и, наверное, пойдем вот так вот слева направо. Либо сделаем сначала полностью один левый, один правый. Ну, а потом нашу красивую серединку доделаем. Берем с вами оранжевый. Прям довольно яркий можно. Если есть такой красноватый, оранжевый, то тоже он подойдет по цвету. Его я сразу замешиваю с красным. Красный такой, как алый, должен быть. Тоже довольно насыщенный. С ним закрашиваем практически всю левую часть. А можно добавить туда немного такого красно-коричневого. Оттенок сангина у меня, вот этот галлери, это 17 номер. И немножечко этого же цвета в затемнении с самого низу. Дальше берем растушевку. Сейчас какую-нибудь попробую взять небольшую, чтобы ей было удобнее все это размешивать. Мы сейчас работаем с основным таким средним тоном. Немножечко в сторону затемнения, потому что чуть-чуть мы его все равно еще затемним. Но и, конечно, будем уже больше добавлять светлого. Когда мы работаем с вами с пастелью, с сухой пастелью, то нам удобно идти от более темного к более светлому. Так всегда получается объемнее. Видите, слой большой, у меня чуть-чуть зашла. Моя краска оранжевая зашла на фон, но ничего. Я их сейчас там чуть-чуть подтушую. И можно на этот случай держать рядом карандаш, который будет светлый, либо который будет более такого голубого оттеночка. То есть вот таким образом можно будет, если что, перекрывать. Вот так. И немножечко смягчать. С белым неярким карандашиком тоже, кстати, можно будет выделять такие области. Так, ну что, теперь сделаем чуть-чуть более подробную прорисовку. Кстати, насчет фона. У меня, видите, здесь они спорят по тону. Видно, что тон должен быть более темным, потому что мандарин более светлый, да, с правой стороны. Поэтому я чуть-чуть синим мой фон подтемняю. С белым выделю контур в этой области. Так. Сверху. Чуть-чуть тоже добавляю белого. Здесь нужно быть внимательными, потому что у нас, видите, с одной стороны здесь белый, ну то есть более светлый на фоне темного фона. С другой стороны у нас происходит снизу, например, наоборот. Поэтому внимательно за этим следим, чтобы мы эти моменты с вами не теряли. Дальше мы можем взять более такой персиковый оттенок. Не обязательно брать белый. Сначала нам просто более светлый понадобится. И мы будем с вами, лучше всего мелком, вот такими вот пятнышками, уже после того, как мы контур сделали с белым, очень легко, по чуть-чуть мы добавляем фактуру. То есть ставим вот такие пятнышки, которые как раз будут нам говорить о том, что это у нас мандарин. Уходим в левую сторону с этими пятнами. Чуть-чуть я могу их добавить посерединке. Сейчас у меня слишком где-то светлое такое осветление с этими пятнышками. Мы их немножко разнообразим, но это будет первый слой вот такого плана. Побольше этих светлых будет сверху, поэтому там мы можем прям поактивнее его добавить. То есть одновременно я добавляю и тон, и вот эти пятнышки. Дальше мы берем с вами оранжевый, выбираем его здесь в чистую сторону. И немножечко для яркости тех же пятнышек, особенно в середине, я добавляю уже с оранжевым. Красный пойдет у нас совсем с левой стороны, там на фоне, где мы добавляли сангину, коричневатый оттеночек. То есть чуть-чуть как бы вот так на тон берем светлее, и там более светлый добавляем. Понадобится следующий нам светло-желтый. Его добавляем уже на бежевый, который был наверху. И, может быть, капельку, совсем чуть-чуть, где-то посередине. Немножко. Ну что, отлично. Видите, он уже более объемный становится. Следующий будет белый. С белым нужно быть нам внимательными, потому что его мы будем добавлять на уже светлые оттеночки. То есть там, где уже у нас был совсем светлый, особенно сверху, да, то есть сверху он прям такой бликующий. И даже там я бы сказала, что он немножко уходит в такой холодный. Немножко где-то в голубой, немножко в сиреневый оттенок. Но пока не будем холодными его перекрывать. Сейчас можно будет так оставить. В принципе, на фоне такого теплого он будет немножко с холодинкой смотреться. По контуру подводим линию. Чуть-чуть можно ее сделать вот так вот почетче. Чуть-чуть добавляем затемнение. Поэтому можно даже взять вот так вот смело черный, добавить его на пальчик чуть-чуть. Это для затемнений. И вот так вот точечно, пятнышками понемножку, мы затемняем область, которая идет слева. То есть показываем его форму, чтобы он становился более объемным. Также можно будет взять коричневый, либо темно-зеленый и показать небольшие пятнышки, которые идут на мандарине. То есть вот так вот по чуть-чуть пятнышки расставляем. По затемнениям давайте еще капельку на будущее. Нам нужно будет потемнее добавить снизу, чтобы прямо там светились наши будущие дольки. И с красным возвращаем вот эти пятна, яркие, светящиеся, которые были у нас в тени. Они сейчас еще ярче будут выглядеть, и будет то, что нужно. Дальше предлагаю чуть-чуть уточнить с правой стороны нам участку мандарина. Немножко сделать его почетче. Что касается затемнений, то есть участка на фоне, мы можем взять с вами синий или голубой и немного вот так вот сделать контур, уточнить эту область. Главное, смотрите, чтобы он там подходил, да, плюс-минус по цвету. Наверное, еще немножечко яркости сейчас в серединку я добавлю. Даже, может быть, какой-то желто-рыжий нам не помешает вот сюда в небольшом количестве, чтобы он был поярче. Ну что, на данный момент нам достаточно. По такому же принципу мы можем сделать с вами второй мандарин. Сначала беру оранжевый карандаш, обвожу мой мандарин по форме. Вот так. Чего-то у меня такой повыше случайно получился. Да, немножко или нет, нормально вроде. Да, вот такой вот по форме мы делаем. Далее мы берем оранжевый. Добавляю его сверху. С правой стороны тоже можно добавить оранжевый, потому что там есть такой рефлексик, форма поворачивает, там цвет чуть-чуть все-таки посветлее. Снизу добавляю немножко красного. И еще ниже. Здесь, кстати, у меня, знаете, что нужно будет подвинуть вот эту дольку как-то вот сюда, а вот эту вот сюда. Потому что здесь расстояние поменьше немножко должно быть. То есть вот так вот добавляю. Размешиваю. Вот так вот размешали. Дальше можно пальчиком распределить. Сдуваем, убираем лишнюю пастель, которая осталась чуть-чуть, да? Он у меня такой более широкий. Немножко по форме получился. Давайте сразу сделаем затемнение. Снизу поплотнее, потемнее. Там можно прям тоже, как и на другом мандарине, добавить чуть-чуть черного. Повыше можно больше такого красноватого. красноватого оттенка. И будем делать осветление. Я показываю, как здесь у меня идут светлые участки. Одновременно я добавляю фактуру. По форме я стараюсь, чтобы это у меня такие прям точечки были. Так. Увожу вправо. И чуть-чуть рядышком с корочкой, которая потом слева будет. Там тоже можно немножко добавить света. Сейчас он, конечно, слишком светлым кажется, но мы это как форму такую задаем. И будем уже добавлять потом на него оранжевый. Вот сейчас оранжевый добавляем, да? И он становится более правильный по цвету. Немножко можно даже пальчиком постучать, чтобы сделать эти области более мягкими такими. Чуть-чуть оранжевый тоже справа добавляю. Можно где-то растушевать, чтобы он был более мягким таким. И, наверное, даже с желтым. Желтым мы там поработаем, потому что он все-таки посочнее по цвету. Желтым, оранжевый. Туда добавляю. С левой стороны тоже побольше такого золотистого. Так. А снизу, кстати, он, знаете, даже в какой-то такой розоватый что ли уходит. Можно посмотреть какой-то плюс-минус розовым оттеночек, который у вас есть. Его немножко добавить. Так. Не хватает, мне кажется, все равно еще немножко желтого. Я думаю, может быть, взять какой-то желтый, который будет поярче. Его прям точечно туда-наверх, чтобы было более солнечное такое ощущение. И с красно-оранжевым, либо можно и просто с рыженьким, мы дорабатываем некоторые зоны, то есть их чуть-чуть делаем более такими ровными, более мягкими по тону. Можно сейчас добавить чуть-чуть даже рыженького. Так вот, на пальчик. Либо с мелком тоже немножко добавить. Не хватает капельку красного, яркого туда, алого. Тоже чуть-чуть добавим. Особенно по сравнению сейчас с другим мандарином. Прямо так вот стучу, добавляю пятнышки, чтобы где-то они были более насыщенными на темном фоне. И можно красно-коричневый, вот этот, который с ангина, его тоже как в затемнение такими пятнами добавить. Чуть-чуть его можно снизу. И сейчас пойдем на более светлые области. Начнем со светло-желтого. Такими, знаете, как будто по кругу, движениями, точечно. То есть упираясь на мелочек, и чтобы он довольно четкую, но такую толстенькую линию, толстенький штришочек, круглый добавлял. Добавляем таким образом блики. Можно теперь взять белый. на самые яркие участки из этих добавить белый. Прямо с нажатием, чтобы там цвет блестел, блестел у нас. это получается именно вот верхняя часть, да? Самая такая объемная. По форме нужно будет нам немножко по форме поправить. Для начала с голубым пройдусь вот так сделаю более четкий контур мандарина и добавлю туда белого. Потому что там все равно есть светлый. Нам нужно будет его добавлять. так, нужно чистым пальчиком, главное, размешивать, а то все цвета перемешаются. немножечко вот так сглаживаем. снизу добавляю больше оранжевого. И можно туда даже добавить красный, либо красно-оранжевый, сделать поярче эту зону. Этот же цвет можно чуть-чуть им еще доработать. В частности вот здесь посередине. Немножко осветления просится еще на верхней части. Именно даже не точек, а чтобы вся эта поверхность она была более светлая. Чуть-чуть сейчас доработаем серединку. И можно капельку светлых участков с правой стороны. Оставляем все равно как бы форму более темную, но чтобы она была со светлыми местечками. Сейчас можно в таком виде уже оставить мандарин, который справа. Единственное, чуть-чуть посмотреть по теням. Здесь можно добавить более плотный бордовый. Вот такое в сочетании. Например, с небольшим количеством даже черного. Если нет темно-темно-бордового, таким образом мы сможем его затемнить, сделать поплотнее. Так, что у нас дальше? Получается светлый участок, который мы еще с вами не добавили. Это самая линия горизонта, которая видна. Можно ее обозначить белым карандашом. Это белый кохинор джаконда. И он очень мягкий. Он довольно яркий такой. Бывает, конечно, более насыщенный по белому пигменту карандаши, но он тоже неплохой, достаточно яркий. А здесь мы продлеваем линию горизонта. Проследите, чтобы она была более-менее ровненько у нас шла. И, заодно, она поможет выделить мандарин, который слева, за счет фона. То есть фон более светлый, мандарин в тени получается более темный. Сейчас пока сильно это прорисовывать не будем, просто чуть-чуть вот так вот покажем. Плюс эта линия вдалеке, она должна быть светлая, но все равно довольно мягкая. Сейчас переходим на участок слева, там где кожура. И мы видим вот так вот раз, два, ну два-три, даже, да, четыре, если пересчитать наших мандаринки. Их можно обозначить сейчас немножко подробнее с рыжим, либо с коричневым. Проверить, да, какие мандаринки мы хуже прорисовали. Потому что слева, да, если у меня она более-менее нормально прорисована, та, которая идет справа, да, она все-таки, сейчас мы посмотрим, чуть-чуть ее нужно будет уточнить. Тут ниже идет и мандаринка за ней. И что дальше происходит, давайте сразу я разберу. Тут скажу сразу, могут быть какие-то плюс-минус, да, моменты, где мы чуть-чуть подвинем относительно референса немножко, это нормально. В общем, конечно, все должно быть похоже, но если какие-то совсем небольшие там отличия у вас идут на миллиметры, то там ничего страшного не будет. Это все равно природная форма, да, это мандарины, поэтому тут все нормально. Вторая идет за ней, долечка. Наверху мы видим участок с кожурой. Еще одна мандаринка идет ниже. Еще, да, одна где-то за ней. И здесь у меня, видите, что получается, она выходит очень большая мандаринка, которая слева, поэтому остальные я чуть-чуть к ней вот так вот поближе подвину. Вот, и тогда будет более логично все выглядеть. У меня она чуть-чуть шире в итоге получится. Здесь уточняем корочку, показываем нужные нам складочки и, собственно, будем сейчас ей уже заниматься. Сделаем ее поподробнее. Начнем мы с мандаринок двух, которые слева. Потом сделаем посередине вот эту светло-желтую, ну, желто-золотистую, самую светлую мандаринку. И потом нижнюю часть шкурки, корочки. Дальше у нас пойдут уже участки справа. Так будет сейчас удобнее всего. И потом завершим мы все это фоном. Первый слой я покрываю сначала мелком. Я могу взять прям сразу оранжевый мелок. С мелком это будет сделать удобнее, чем с карандашом. Тем более у нас такой вот живописный мандарин. Поэтому первые слои я легко сейчас и корочку покрою, чтобы у меня уже сложился оттеночек. Также наши дольки. Вот так вот чуть-чуть. И к ним мы добавим больше золотистого. Можно взять либо желтый, либо оранжевый, который будет ближе к желтому, если у вас есть. Главное не запутаться в линиях и не закрасить что-то ненужное. Мы сделаем точно так же, как мы делали с вами в прошлый раз. Сначала я добавляю такой средний и темный тон. А потом мы будем добавлять светлые оттеночки. Так будет проще всего. Снизу у мандаринки слева у дольки я вижу, что она более темная. Такой кирпичный, который у нас уже был, можно добавить. Справа его особо нет. И тоже кирпичный на будущее можно добавить на корочку. Если вы рисуете на абразиве, как и я, то слой должен быть достаточным, чтобы мы могли его растушевать, иначе он не будет просто растушевываться. Если на обычной бумаге, то слой у вас будет меньше, и обязательно за этим следите, чтобы не получилось такого, что уже просто не помещается никуда у нас слои. С оранжевым можно чуть-чуть вот так вот подвинуть. Здесь, кстати, больше вниз пойдет участок самого круглого мандарина. Так, отлично. Ну и самый лучший момент. Сейчас мы будем уже заниматься прорисовкой. Последнее проверим по теням. Можно чуть-чуть еще добавить прожилочек, если смотрите, что не очень темный получился у нас цвет. Именно в тени, да? Вот так вот. Дальше мы возьмем золотистый. Можно, кстати, и с мелочком, с мелком, с острой стороной. Тоже будет очень неплохо получаться. Сразу линия будет более такая живая. Где-то потоньше, потолще, потому что с карандашом она будет смотреться сразу более тоненькая. Я думаю, нам неплохо, чтобы она получалась вот такая вот довольно интересная. Можно, кстати, использовать и более желтый оттенок, да? То есть чуть-чуть поярче. Сейчас я острую сторону освобожу у мелка желтого. Это все тот же гейлери. Это темный кадмий желтый он называется. Ну, правда, да, как кадмий, но более такой вот насыщенный, чуть-чуть в сторону рыженького. Здесь просто с острой стороной будет удобно наметить прожилочки. Вот такие. Где они очень яркие, немножечко растушевываете. Остальное оставляете. Так. И сейчас белым карандашом от краешка. Сначала, во-первых, мы прям остро добавляем яркий белый. Если белый карандаш у вас не будет, да, здесь рисовать, то вы сделаете это сразу с мелком. Вот такой вот яркий слой можно добавить с мелочком. Можно даже где-то не супер аккуратно. И потом от него мы как бы чуть-чуть перемешиваем, растушевываем. Так. И с оранжевым я немного доработаю участок справа. Такая она должна немножечко светящаяся как бы на просвет получиться. С оранжевым чуть-чуть выделяю мандаринку сверху. На нее тоже могу добавить сразу желтый, чтобы его растушевать. Здесь, видите, на слой уже мелка. Карандаш ложится менее ярко. Поэтому в каких-то случаях это подойдет, если нам нужно будет сделать более мягкое такое заполнение. Потом же вы можете взять белый мелок и выделить поверх уже самые яркие участки. Также на ближнюю к нам мандаринку, там тоже добавляю поярче немножко. Ее выделяю. На самом деле этого нам будет достаточно. Еще момент проверим слева, чтобы у нас мандаринка, во-первых, заканчивала светлее, чем мандарин целый за ней. И форма немножечко такая должна быть как бы волнистой. Это можно сделать и за счет корректировки формы за ней. Можно из белого в том числе очень-очень легко либо желтым вот так вот немножко ее выделить. По прожилкам все хорошо. Все достаточно. Здесь потом еще пойдут прожилочки от другого мандарина. От самого светлого. Сейчас мы его и сделаем. Он довольно яркий, поэтому не будем где-то его сильно затемнять. Наоборот, здесь больше поработаем со светлыми. Сверху я выделяю его по контуру. Показываю, что здесь у меня прям довольно много желтого. Сначала желтым я могу сделать вот это разделение, да, на прожилочки, которое оно такое беленькое. Но здесь у нас получается против света, поэтому добавляется и желтый оттенок сюда. Думаю, даже здесь мы с вами будем должны добавить еще более в лимонный уходящий желтый. Специально, чтобы он смотрелся вот так поярче. Чуть-чуть растушевываю. Так. Сверху добавляю лимонный. Это прям вот годный лимонный и есть у меня. Тоже, наверное, лучше с мелком, он будет понасыщенней. Если есть карандаш, который ярко будет рисовать, можете с ним добавить чуть-чуть яркости. Также слева добавляю. Сделали. С оранжевым. Добавляю немножечко затемнения, прям чуть-чуть в прожилки. И даже сюда можно взять какой-то коричневатый. У меня вот такая светлая умбра получается. Это дервин, да, 560. Она так очень нейтрально работает, честно говоря. Цвет не яркий оставляет, поэтому ее можно даже со светлыми. То есть чуть-чуть фактуры показать, да, чтобы все у нас не было такое прям желтое-желтое. Где-то нам нужны и немножко коричневатых затемнений. Все. Это такая первая подготовка. Дальше мы с белым прорисовываем самые светлые участки. Попадаем обязательно на желтый, на лимонный. Сейчас он не будет смотреться абсолютно каким-то супер ярким, да. Но нам нужно будет как раз таки сделать такой вот мягкий переходик, чтобы это был не белый, а просто такой светло-желтый. С ним же мы делаем прожилочки. Так. Такой немножечко как хребетик получается, да. Но главное смотрите, чтобы линии получались такими немножечко объемными, волнистыми. С правой стороны тоже выделяю. Добавляем свечение справа. Здесь уже по чистой поверхности все будет работать ярче. Так. И берем снова белый мелок. Добавляю самый яркий свет. Прям можно с нажатием. И показываем, тут такая красивая идет прожилочка, да, светлая. Ее добавляю. Показываю блики наверху. Уже на карандаш я добавляю сюда мелок. Линия немного прерывистая, такая чуть-чуть неровная должна получиться, чтобы показать, что у нас это живая форма. И плюс там вот эти вот прожилочки, они немного в стороны расходятся, да, не должны быть видны. Это такое вот контур-освещение у нас получается, когда основная форма, она как бы в тени, но все равно яркая. А по краешку идет уже такое светлое освещение, светлый контур. Это мы сделали. Можно чуть-чуть, если вот покруглее захочется, поправить форму мандаринки. И так практически это мы сделали. Можно еще чуть-чуть такой вот с нажатием. Я сделаю блик наверху поярче. Можно теперь сделать корочку. Давайте смотреть, что там у нее происходит. Более темный участок у нее находится наверху и слева. Сюда добавляю такой красновато-коричневый. Чуть-чуть его подрастушую. Добавлю затемнение. Тут можно коричневым, либо чуть-чуть даже черным добавить вот эту точечку. Дальше я показываю. Сейчас попробуем еще потемнее сделать. Самые плотные участки. На бордовый я добавлю темно-коричневый. Дальше немножко оранжевого. Его же по краешку чуть-чуть. И там можно даже с карандашом на самом деле, чтобы более мягкое получалось такое нанесение. Сверху делаем такие округлые выемки специально. Так. Снизу чуть-чуть подсвечиваем. Добавляю немножко еще оранжевого по контуру. И будем делать легкую прорисовку, как мы уже делали. Вот такие намеки на точечки, на фактуру мандарина. Сначала немножко добавляю оранжевого. Он немножечко такой ярковат, поэтому нужно будет добавить туда оранжево-желтый. Прямо на него же можно. Он сделает более такой естественный цвет, более живой. По краешку можно прям чуть-чуть. Так. В серединке там можно действительно больше желтого, золотистого. И немножечко давайте вот в серединке, где у нас тень. Можно коричневым такую легкую прожилочку, во-первых, подчеркнуть. И немного добавить тоже таких пятнышек. С красно-коричневым добавляем самые темные пятна и подчеркиваем складочку снизу. Затемнение точечками мы добавляем и посерединке. А мы видим, здесь есть пара участков с такими как бы вмятинами, затемнениями. Все это обязательно передаем. Маленькие точечки также можно поставить. Так, это мы сделали с правой стороны. Теперь чуть-чуть уходим в затемнение. Показываем у нас вот такой вот прям дугой идет форма. Чуть-чуть растушевываю. А поплотнее снова с красным добавляю. Чуть-чуть пальчиком можно смягчить. Здесь и нам за фон можно выходить, потому что мы еще его не сделали. Мы его будем делать потом. С желтым аккуратно можно подсветить нижнюю часть, сделать ее поярче. И будет очень хорошо, если рядом с темными участками мы добавим вот такие вот круглые полосочки света. Это поможет выделить их еще больше. Сделать их прям такими объемными. И здесь, я думаю, нам даже нужно будет... Сейчас наверху мы еще чуть-чуть сделаем желтого. И потом добавим белый. Белый можно на желтый чуть-чуть осветлить. Немного на оранжевый. Слева капельку. Выделяем нашу точечку посередине. Сейчас нужно будет проверить, достаточно ли темный у нас в тени. Ну, то есть, чтобы контрастно все выглядело. Можно чуть-чуть темно-коричневого, либо черного на пальчик и затемнить вот эту зону. Прям капельку. И с бордовым, либо с коричневым. Немножечко вот так корочку выделяем со стороны тени. Чтобы именно верхушка была вот такая поплотнее, да. И так, здесь практически все. Нам нужно будет дальше сделать белый контур. А потом мы уже с вами посмотрим, нужно ли нам будет еще добавлять какие-то детали, либо затемнение. Сначала мы с карандашом обозначим, потом уже поярче добавим мелочком. Смотрим, как здесь вот так выходят прожилочки. Форма должна быть ажурная, да, интересная такая. Не просто прямые линии, а где-то она утолщается. И мы видим, как выходят такие белые прожилки на светлые участки. С карандашом они, скорее всего, будут не супер ярко видны. Поэтому намечаем их легко. Сейчас такой как предварительный набросочек. Где-то мы их оставим и такими светлыми, где они будут нужны. Вот, например, справа, да. Тут сторона теневая, поэтому они не будут видны так ярко. И оранжевый, кстати, будет у нас еще вот здесь вправо добавляться. Так. Давайте теперь с белым мелком сделаем самые яркие участки. Тоже выделяю немного прожилки. Так, далеко вот сюда уже. Не надо, кстати, заходить. Я немножечко перестаралась. Где-то вот здесь уже можно закончить. Так. А это мы сделали, сделали. Немножечко ярче выступающие вот такие волоски. Добавляем блик наверху. Вот здесь на мандарине. Так, справа. Теперь у нас пойдут основные следующие дольки. Перед этим давайте сделаем все-таки тень. Тут можно добавить серых оттеночков чуть-чуть. Можно взять темный и его немножечко с белым осветлить. Сделать немножко помягче. Можно даже взять чуть-чуть коричневого. Так. И делаем 4 основных дольки. Покрываем сначала оранжевым. Можно оставлять контур, чтобы мы не запутались, да, где они находятся. Чуть-чуть вот так вот оранжевым перекрыли. Оранжевым можно не перекрывать всю, которая справа, да, потому что она все-таки больше уходит в серый. Добавляю немножко желтого. Желтые добавляем слева, потому что там долька более светящаяся. Та такая более светлая. Чуть-чуть также можно желтенького на серединке. Которая справа, она все-таки потемнее, да, мы видим, что она даже темнее немножко, чем участочки здесь. Поэтому можно попробовать в нее добавить даже вот такой вот коричневатый чуть-чуть оттенок. И у меня есть такой немножко уходящий в розовый. Можете посмотреть, какой у вас есть аналог. Это получается охра, но она немножечко такая в розоватый. То есть чуть-чуть пригасить этот цвет, чтобы в нем было меньше желтого. Дальше растушевываем. Можно все вместе вот так растушевать. С правой стороны, да, у нас, кстати, пойдет корочка, рыженькая. Сейчас ее добавлю. У меня, получается, передняя к нам долька как будто более широкая, да, если честно. наверху тоже кусочек кожуры сверху. Немножечко с оранжевой можно форму вот так вот соединить. Дальше. Смотрим по теням. Сейчас красновато-таракотово мы можем... Так, я оранжевый здесь пропустила. Сейчас я добавлю корочку снизу, а то я потеряю. Здесь, да, пойдет кожура вот сюда. У меня тут по расстояниям немножко, да, пошире получилось. Но сейчас я буду просто подстраиваться под текущую ситуацию и доделывать, чтобы смотрелось все логично. Намечаю прожилки. Дальше. Они идут вот так вот в сторону по кругу. Немножечко растушую. Еще сейчас зайдем на мандарин. Сюда добавлю тоже даракотового. И можно будет уже прорисовать. Здесь, кстати, хорошо, что бумага такая серая. Где-то понадобятся небольшие вот эти просветы серенькие. Будет как раз логично смотреться. Дальше с белым карандашом я могу по контуру осветлить. Вот так осветляю желтый, делаю его более легким. А наверху поднимаю тоже белую линию. Здесь чуть-чуть и корочку подчеркиваю. Здесь вообще главное не запутаться, потому что у нас идет как два таких, да, слоя корочки, если можно так сказать. Вот светлым я выделяю толщинку. И здесь у меня, получается, пошли уже вниз мои дольки, да. Кстати, сейчас, если приглядеться, я вот эту выделю. Сейчас и будет наглядно. Вот идет одна. А за ней краешек небольшой. Еще одна долечка. Потом ту, которую мы наметили посерединке. Вот она вот так выходит и корочки уходят сюда. И здесь, кстати, очень похоже, что их даже две. Вот так вот одна. И за ней вторая. Они просто очень близко друг к дружке расположены. И теперь от контура, то есть там, где идут светлые прожилочки, мы немножечко вот так вот оттягиваем белый. Теперь, сейчас пока что он такой немножко светло-оранжевый получился. Вообще его нужно будет в сиреневый нам капельку с вами увести. То же самое делаем с ближней к нам мандаринкой с долькой. А здесь показываем границу между корочкой и самой долькой. Как раз таки у нас получается цвет, который очень похож на нужный. То есть он, понятно, что как бы белый, но вроде он находится в тени. И это довольно удобно. Потому что оранжевый размешивается с белым. И вот такие вот светлые, но не белые прожилки получаются. Поэтому с одной стороны кажется, что это минус белых пастельных карандашей, что они могут не супер ярко работать. Но вот в данном случае это даже для нас будет плюс. Прожилочки мы делаем такими волнистыми линиями обязательно. Они не должны быть прямыми. Сначала можно легко наметить, потом некоторые из них взять и усилить. Сделать, например, вот так вот поярче. Краешек рядом с мандаринкой делаю чуть-чуть посветлее. Рядом с корочкой. Корочку тоже снизу можно там чуть-чуть белым подчеркнуть, выделить. Я ее потом, наверное, сделаю немножко потоньше за счет вот этого белого участка, который мы будем делать с вами потом. Краешек корки коричневым доделываю, а по белому с белым карандашом примерно основное мы сделали с вами. Дальше мы поступим таким образом. Вот этот немножко как будто сиреневый такой, который есть, это что может быть? Это может быть и серый, который мы в легкой степени добавим с вами на мандарин. Видите, он дает такой холодный оттенок за счет того, что он находится на оранжевом и на желтом. Поэтому получается, что как будто немножечко такой в голубоватый отцвет он уходит. Можно взять и просто какой-то сиреневый или розовый, либо вы можете даже прям... Сейчас покажу, я покажу темным фиолетовым, я его немножечко вот так расставлю. Дальше мы берем белый карандаш и немножечко его растушевываем в стороны. Он все равно нам даст вот этот вот сиреневатый нюанс, но он будет очень таким легким. Поэтому какой-то сиренево-розовый, либо фиолетовый с белым вы можете попробовать и чуть-чуть для нового оттеночка, такого холодноватого, который там есть, туда попробовать добавить. И это лучше сделать перед тем, как мы приступим уже к работе с белым мелком. Он будет как подсвечивающий работать, поэтому он где-то его перекроет там, где нужно. Ну и добавляем самые яркие блики. То есть смотрим, где у нас идут участки поярче. Это какие-то моментики такие сверху все-таки, потому что по бокам у нас вся оранжевая форма практически находится в такой тени. Она все равно яркая, просто там нет таких ярких оранжевых рефлексов. Чуть-чуть потолще сейчас сделаю корочку сверху. Так. Немножко выделяю с бликами. Ярче подсвечиваю мандаринчик дольку слева. Прям там хочется побольше света добавить. Поэтому сейчас вот так вот мы смотрим, где можно чуть-чуть сделать посветлее. И в любом случае, если нужно, мы сможем вернуться к белому, добавить где-то мягкого света, да, на прожилках, например, на каких-то. Вот такие мандаринки у нас дольки получаются. Сейчас мы будем их по свету проверять. Немножко желтее хочу сделать корочку, именно ее светлую часть. Добавлю туда желтый и с белым немножечко перемешаю. По правой стороне все хорошо, там я наоборот хочу подобраться за счет большого мандарина и сделать ее потоньше. Я прям даже черный такой добавляю, темный. Дальше красноватый. Потом немножечко смягчаю. И у меня получится вот такой вот яркий контур, четкий у корочки. Теперь давайте доделаем участок кожуры, который справа. Помимо оранжевого, а мы его хотели, помните, поднять чуть повыше. Я добавляю туда желто-оранжевый, такой золотистый. То есть контур у меня будет немножечко поярче, пожелтее, более светящийся. А внутри все будет не так сложно. И самого такого важного. У нас идет граница тени. Мы ее сразу можем наметить. У меня, опять же, она чуть-чуть там сдвинется, но я думаю, ничего страшного. И я его сделаю более таким толстеньким. Более толстенькая кожура у меня получится. И чуть-чуть тень я там капельку потом снизу тоже передвину. Понадобится нам серый. Изначально можете такой светло-серый взять. Его добавить на сторону тени чуть-чуть. С темно-серым тоже можно капельку пройтись. По сути, это будет сочетание сейчас серого. Не яркого такого коричневого. Мерка светлая умбра. Немножко покруглее. Хочу сделать корочку сейчас снизу. Вот так. Поэтому с коричневатым все это перемешиваю. Немножко можно растушевать. Опять же, сначала в чуть-чуть более плотный цвет уходим. С рыженьким я выделяю корочку. Добавляю немножко оранжевого и на саму кожуру. А дальше мы уже работаем с белым. Здесь мы в тени точно не будем добавлять белый мелочек. Потому что здесь более темный цвет. И нам не нужны слишком яркие блики. Мы постараемся здесь карандашом ограничиться. Чтобы у нас светлые участки тоже выглядели довольно мягкими. Потому что нам будет важен контраст. Который тут в дальнейшем у нас будет. Поэтому самые яркие участки такими точками вы можете поставить тоже карандашом. Можно с нажатием, но не сильно уходя прямо в белый в белый. Выделяем немножечко вот такие уголочки. Чуть-чуть такие небольшие прожилочки. Добавляем справа. Можно немножко осветлить, но даже не белым. А лучше сначала желтеньким. Добавить вот такие самые выступающие участки. Справа чуть-чуть подсветить. Можно добавить туда больше белого. И здесь получается у нас две области. Одна такая теневая. На нее мы можем добавить тоже серый. Все точно так же, да? Чуть серенького добавляем. Видим, что там есть светящиеся рыжие оттеночки. Даже немножко уходящие в желтый. Туда можно добавить золотистый. Немножко растушевываю. Там, где мне нужно перекрыть другие цвета. Вот, например, у меня где-то красноватый. Сверху попал туда. Я добавляю побольше серого. С белым карандашом. Сначала показываю, где идут цвета. И потом на эти светлые зоны мы добавим уже с вами мелочек. Чтобы на самом таком светлом участке они смотрелись поярче. И здесь нам будет важно, чтобы корочка, которая идет справа, вот здесь, она была более темная, чем белые участки внутри. То есть этот оранжевый находится в тени, поэтому его можно будет пригасить немножко коричневым. Такой вот коричнево-рыжеватый он получается. Если нужно сделать поярче, можно сразу туда слегка вернуть оранжевого. Ну что, продолжаем с белым карандашиком. Такие волнообразные движения, которые идут вниз по форме. Помним, что где у нас тень, там оставляем чуть-чуть потемнее. Они такие яркие делаем зоны. Краешек же можно выделить. Туда добавить больше белого. Ну и пока что я все-таки растушевываю с теми оттеночками, которые идут снизу. После этого мы делаем легкую такую подложечку. Можно даже взять сначала светло-желтый, чтобы у нас было теплое свечение. И его слегка проложить на те участки, где у нас пойдет белый. То есть это такой предварительный пойдет слой. Сначала чуть-чуть светло-желтого. И потом прямо уже ярко будем добавлять белый. Останется вот это теплое свечение. И оно будет довольно эффектно выглядеть. Потому что все равно такой прям солнечный. У нас есть теплый свет там. Выделяем также края. Можно острый стороной мелочком. И ярко-ярко оставлять вот такие вот линии. Показываем прожилочки, которые там идут. Если мелко мне очень четко получилось, можно карандашом где-то доделать. У меня, видите, чуть больше вышло. Так, выделяем. Чуть-чуть яркости. То есть прямо вот с нажатием. И мне важно, чтобы у меня получилась довольно такая резкая граница. Между одними светлыми зонами и другими. Да, то здесь вот прям, чтобы понятно было, как у нас идет тень. И где будет свет находиться. Капельку-то можно подсветить наверху. И вот, по сути, это весь светлый цвет, который мы будем добавлять. Остальное можно будет с карандашиком уже доделать. У меня просто, видите, она более широкая получилась. Чуть-чуть эта корочка пошире. Поэтому у меня больше здесь площадь и темного цвета в том числе. Чуть-чуть ярче делаю краешки справа у корочки. Можно больше фактуры там добавить. Чуть-чуть еще добавлю туда коричневого. Можно капельку прожилочек. Прожилки можно серым, можно коричневым оттенком. Даже можно чуть-чуть такого сереневатого добавить, если она недостаточно холодной, кажется, по цвету. Давайте сейчас мы сделаем тогда фон снизу и потом пробежимся еще по всем областям. Может быть, какие-то моменты нужно будет нам доделать. Берем светло-серый. Он будет отвечать за наши светлые участки. Его добавляю вот где по границам у нас идут светлые зоны. Так довольно широко закрашиваю. Остальное у меня остается сейчас. Это тень. И туда я добавлю пока что темно-серый, но можно здесь немножечко так схитрить. Взять карандашик и сделать легкий контур от участков там, где пойдет тень. Немножечко, то есть здесь так затемнить сразу. Если мягкий черный карандашик, то это не проблема. Его потом будет хорошо растушевать. В то же время у нас с вами уже будет такое обозначение и четкий контур. Немножко большее расстояние сделаю снизу между мандаринками. Так, чуть-чуть еще затемняю под корочкой справа. С правой стороны там будет потемнее. Беру теперь темно-серый. Он у меня будет перемешиваться с черным. Он у меня сейчас, смотрите, по цвету похож на оттеночек бумаги. Сейчас мы все растушевываем и может получиться, смотрите, такая живописная растушевка. Это значит, что где-то вот специально я оставляю где-то кусочки бумаги, которые просвечивают. То есть сделаем немножечко неоднородно. И дальше мы начинаем добавлять другие оттеночки, которые будут подчеркивать яркость нашего мандарина на уже эти серые слои. То есть это может быть и синий, и какой-то бирюзовый. То есть те оттеночки, которые будут противоположны и будут дополнять наш цвет. Вот так вот по чуть-чуть я добавляю. Сначала можно даже разложить просто эти цвета по теням. Давайте добавим еще фиолетовый, он тоже красиво будет их дополнять. Добавляем рядом с мандаринками где тени. Очень много прям не надо, то есть аккуратненько их наносим. Дальше можно будет взять черный мелочек и с ним чуть-чуть конкретнее сделать контур. Сейчас он довольно ярко ложится, поэтому его нужно будет нам немножечко замешать. Вот так вот добавляю серый, тут заодно слой будет становиться немножечко побольше. С карандашиком я слежу какая граница у меня тени остается. Чуть-чуть можно даже так подштриховать где самые темные участки. Сейчас можно будет капельку выйти на светлые зоны, потому что мы все равно еще не полностью проработали. То есть вот такая с добавлением холодных оттеночков у нас тень должна получиться. Можно посмотреть даже какие-то там как будто бирюзовые, какие-то другие зеленоватые там есть. То есть по чуть-чуть их можно туда добавлять. Не забываем про теплые рефлексы, которые пойдут у нас от мандаринов соответственно. Это значит, что с рыжим можно аккуратно с карандашом добавить несколько вот таких светящихся ярких участков. Немножечко их растушеваю. Теплый цвет также будет и на свету. Добавила я немножко его на светло-серый. Дальше я беру белый и с ним мы сделаем уже более четкий контур для тени. За счет того, что сейчас немножечко светлее покажем светлые участки. Добавляю туда капельку светло-желтого. Так будет более солнечный эффект смотреться. Немножко растушевываю. Где нужно, вы можете добавить чуть больше мягкости. То есть вот так вот оттянуть и немножечко, например, размешать, чтобы тень выглядела более мягкой. Но, по сути, вот этот четкий контур тоже будет хорошо смотреться. Идем дальше. С правой стороны у нас тоже идет светлая зона. Ее перекрываем, показываем, как у нас здесь идет граница тени. Сейчас уже слой пастыли становится больше, поэтому будет нам немножко проще растушевывать. Показываю свет уже вдалеке мандарина. И теперь больше выделяем свет под корочкой слева. Делаю тоже ажурную такую форму тени. Здесь я больше выделю у самого мандарина. Так вот растушевываю. Сейчас пальчиком смягчил. Чуть-чуть выделяем светлый участок вдалеке. Здесь мы тень подчеркнем и сделаем более яркий мандарин. Там есть ощущение, что какой-то беленький рефлекс чуть посветлее здесь. В тени можно добавить. Ну, чтобы вот такая живая пластичная тень у нас получалась. Сейчас будем делать легкую такую работу над ошибками. Если где-то мы зашли на корочки, чуть-чуть это доделываем. Можно с рыжим цветом. Плюс слегка смягчить границу, где стыкуются оранжевый и серый. То есть вы себя сейчас проверяйте. Если где-то слишком резко, вы можете взять и чуть-чуть подрастушевать эту область. Сделать немножко помягче. Если зашли на какие-то участочки, тоже их можно поправить. И следим, чтобы форма была вот такая вот немножечко с легкой волной. И проверим все остальные мандаринки тоже. Я бы, наверное, больше света с белым и вообще с белым контуром добавила на мандарин справа. Ему хочется более четкий контур показать вот здесь сверху. Так. Ну что, тень у нас вполне с вами получилась. Границу на корочке чуть-чуть сделаю более четкой. С правой стороны все достаточно. По яркости можно проверить. Сейчас поставить самые яркие зоны, если их где-то не хватает. Например, вот свечение на мандарине справа. Там вот в тени можно чуть-чуть доработать. Немножечко фактуры на целом мандарине слева. Возможно, я бы там еще добавила пару ярких бликов с белым. И то же самое можно сделать на мандаринчике справа. Чуть-чуть там буквально поярче. Так мы все с вами сделали. Можно будет нашу работу в правом нижнем уголке подписать. Давайте черным подпишу, потому что белый будет хуже. Как он уже сейчас виден. Аккуратненько подписываем. Готово. Все. На этом наш вот такой простой натюрмортик с мандаринами готов. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что вам понравился этот урок. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok